Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вы узнаете, как можно победить в русские шашки даже гроссмейстера. Мы рассмотрим партии, сыгранные на турнире мастеров на сайте Gumbler. В этом турнире, турнире мастеров, победу одержал украинский мастер Ярослав Гончаренко. Поздравляю Ярослава с заслуженной победой. Тем не менее, так скажем, в предварительной части этого турнира лидировал гроссмейстер из Беларуси Андрей Валюк. То есть с большим отрывом побеждал и для победы в этом турнире ему достаточно было сыграть четвертьфинальную, полуфинальную и финальные встречи, так скажем, в ничью. Но он с этой задачей не справился. То есть уже в четвертьфинале он проиграл с разгромным счетом 3-1 мастеру из Санкт-Петербурга Роману Щукину. Давайте посмотрим, как это получилось. Первую партию мы рассмотрели уже на моем канале. Сегодня мы рассмотрим третью и четвертую партии. Они довольно-таки интересные. То есть в третьей партии Роман Щукин рисковал, так как ничья его не устраивала. Если бы все четыре партии закончились в ничью, то в полуфинал проходил гроссмейстер Андрей Валюк. Роман Щукин рискнул и в итоге победил. Давайте посмотрим, как это случилось. Ну, выпала так называемая ходилка, жеребьевка дебюта. То есть она возникает после следующих ходов. СБ4, ФБЦ5, ДЦ3, ФЕ5, ЖС4. Эти ходы были обязательны. Далее Роман Щукин разменялся. ЕФ4 это сильнейший ход. Вот Андрей Валюк сыграл БА5. Здесь Роман Щукин мог сыграть ЖФ6, ЕФ6, ДЕ5 и АБ6. Но он избрал довольно-таки острое продолжение АБ6 с самозажимом. Андрей, естественно, подвязал фланг черных, раз ему предоставилась такая возможность. Роман здесь сыграл ЕФ6. То есть показывает сопернику, я буду меняться, либо ФЖ5, выходить в центр, либо сразу же ФЕ5. Андрей Валюк сыграл здесь БЦ3. Тоже сильнейший ход. И здесь Роман Щукин обострил партию разменом ФЕ3. Поставил рожон белым. Ну, как играть? Оба соперника выжидают. АЖ3, ЖС6, АБ2. И вот здесь уже белым надо определяться. Либо нападать ЕД2. Вернее, черным надо определяться. Ходить либо ДЕ7, либо АЖ7. Как играть? Роман ошибся в партии. То есть сыграл АЖ7. Этот ход проигрывал. Давайте посмотрим, как надо было играть. Ну, надо было играть ДЕ7. И здесь у белых было два варианта. Но в обоих очень тяжелая ничья достигалась. Ну, давайте рассмотрим первый вариант. ЕД2. Как ответят черные. БЦ5 побили. АЖ7. ЦД2. ФЕ5. И здесь лучше всего белым играть АЖ5. Потому что если играть ДЕ3, там позиция будет еще хуже. АЖ5, ЖФ6. Напали. Надо меняться. ЖХ4. Поменялись назад. Ну, черным, естественно, надо бить на Ф4. И здесь у белых есть тяжелейшая ничья. ФЕ3. Как играть черным? Ну, лучшее продолжение здесь БА7. Поменялись. ДЕ3. ЕФ6. Черные провоцируют белых на следующую ловушку. То есть, надо играть СД4, но если белые захотят выиграть, то есть, сыграют ЕФ4, грозят ходом ФЕ5 выиграть, подорвать поле Д6 и пройти в дамки, они тут проигрывают. Черные нападают ФЕ5. Надо защищать шашку. Поменялись. И черные жертвуют шашку. И после хода ФЕ7 у белых вместо выигранной позиции получилось проигранное. То есть, АЖ3 нельзя играть из-за ЕД4. Надо жертвовать шашку и играть АЖ3. Теперь черным нельзя СД2 играть из-за БЦ5. И удара по затылку, так называемая. Но черные аккуратно играют ДЕ5. Допустим, белые ДЦ3. И после хода ЕД6 белым остается только сдаться. Такой интересный вариант был. То есть, черные могли тут спровоцировать белых на ошибку. Белым, естественно, надо нападать СД4. Сейчас все форсировано. АБ6, ЖФ2, ФЖ7. И здесь надо жертвовать. Единственный ход на ничью. ДЕ5. Но если две бить черным шашки, то белые пройдут в дамки и там будет ничья. Бесполезно. Надо бить на Д4. ЕФ4. И здесь черным лучше всего пожертвовать шашку. Назад бить нельзя, потому что черные сыграют ДЕ3 и выиграют. Надо бить вперед. Теперь черные играют Ж6. Ну и здесь есть ничья за белых форсированная. АЖ5. Поменялись. БЦ3. ФЖ3. ДЕ3. ЖН2. ЕФ4. Все форсировано. Ни одна сторона не может отойти от этого варианта. Белые грозят подорвать пункт Д6 и выиграть. Поэтому надо отдавать шашку и затем ставить дамку на Ж1. ЕФ6. Ну и черным лучше всего, конечно, тут сразу же пожертвовать две шашки и напасть на две шашки с поля H2. И партия закончится в ничью. Если же черные тут будут еще, как говорится, жадничать, нападут, то белые могут получить неплохие шансы на выигрыш. БЦ5. Побили. Побили на Е7. Рано или поздно придется так играть. На Д8 нельзя играть из-за хода дамкой на Д4. Поэтому белые ставят на Ф8, СД4, АБ4. Ну и здесь черным лучше всего отдать шашку и форсировать ничью вот таким образом. Ну, честно говоря, конечно, лучше было вот в этой позиции, конечно, играть ДЦ5 за черных. Тут уже довольно-таки опасно так играть. Какой еще был вариант игры из-за черных? Можно было, в принципе, сыграть ФЕ5. То есть в этой позиции не Б7 меняться, а сыграть ФЕ5. Ну, здесь тоже форсированно возникает ничья. Поменялись. ДЕ3, СД6, БЦ3. ФЕ7 надо играть, колонку устроить. Напали, разменялись. ЕФ4. ЕФ6, ЖФ2. Ну, ФЖ5 бесполезно играть. Потому что ФЕ3, ЖФ4 отдали шашку и ничья. Поэтому надо играть ФЕ5 за черных. ФЖ3, ЕД4, ЖФ4. ДЦ3, АЖ5. Ну, здесь черные еще могут попытаться половить белых. Интересная позиция. ЦД4. Черные провоцируют белых на ход АБ4. В данном случае он здесь проигрывает после ДЕ3. То есть в эту сторону бить нельзя. Черные побьют в эту сторону. Ну, и просто ходить некуда. А если побьют в эту сторону, то побили сюда, сюда. После хода ЦБ2 тут уже ходить некуда. Напали. Поставили. Побили. 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 Все. Выиграно. Ну, конечно, белым не надо попадаться на эту ловушку. На играть АБ6, ЦД2, БА7, ДЕ1. То есть черные поставили опять ловушку. Нельзя играть БЦ7, АБ8. Из-за того, что черные поймают дамку белых. И выиграют. Поэтому здесь надо играть. Либо же Ф6. Ну, можно красиво форсировать ничью здесь за белых ходом ФЕ5. То есть если бить сюда, белые побьют две шашки. Если бить этой шашкой черной сюда, то белые побьют вперед. Поэтому надо бить две шашки. Белые ставят дамку. Надо отходить. Белые напали. И партия заканчивается в ничей. Вот такая интересная ничья была за белых. Трудная. Безусловно. Но тем не менее была. Вторая еще ничья была за белых ходом ЕФ2. Тут еще сложнее она достигается. Черные бы ответили ДЦ5. Побили, побили. И здесь единственная ничья достигается жертвой шашки. ЖФ4 и ЦД4. Белые грозят. Подорвать поле Ф6. Поэтому надо играть ЖФ4. Далее следует ЦД2. ХГ5. ГХ2. ФГ7. То есть черные не играют ЕД6. Не дают отыграть шашку. Здесь белые нападают. БЦ5. Ну и у черных есть тоже красивые тут варианты. ФЕ3. То есть можно побить в эту сторону. Не проигрывает. Но тем не менее там нужна осторожность. Но лучше всего белым конечно побить в эту сторону. После нападения. Черным уже здесь лучше сыграть ЕД6. Ну и в этой позиции, как говорится, ничья не за горами. Все это конечно требует расчета. Тяжелые позиции. То есть в этой позиции здесь советую играть ДЕ7. Хороший теоретический вариант. Если вы знаете его за черных, скорее всего вы будете постоянно побеждать своих соперников. Тем не менее, Роман Щукин сыграл АЖ7. Это уже проигрывает. То есть Андрей Валюк мог выиграть партию следующим образом. Надо было сыграть ЕФ2. ДЕ7. Вынужденно. Шашку надо отыгрывать. Побили. Теперь белые играют АБ4. И обратите внимание, куда бы черные не ходили, везде проигрыш. То есть АЖ5 не пойдешь. Шиш за ЖФ4. ФЕ5 тоже не пойдешь из-за ЖФ4. Остается только размен. ФЕ7 нельзя играть. Потому что тогда белые проводят комбинацию. Разгромную. И снимают четыре шашки. Как говорит Евгений Кондраченко за гребущими руками. Поэтому остается только размен. БЦ5. Теперь все форсировано. Обратите внимание, шашек вроде поровну. Но тем не менее, окружение такое сильнейшее. И черные ничего не могут сделать. АБ6. То есть черные не могут пожертвовать шашку ходом БЦ7. Так как белые побьют на Д2. АЖ5 нельзя играть. ДЕ5 тоже нельзя играть. И за ЖФ4. Ну то есть посмотрите. ДЕ5 и ЖФ4. И все. И победа. То есть остается ход единственный. После АБ6. ФЕ7. Дальше как играть. БА7. ЕД6. БА3. ДЦ5. Напали. Отошли. ЖФ2. Шашку надо жертвовать. Другого нет. ДЕ3. БЦ5. ЦД4 не пойдешь. Так как белые просто ходом АБ4 разменяются. И выиграют. Поэтому надо АЖ5. АБ6. ЦБ6. Вроде бы черные пошли только в дамки. Но белые жертвуют шашку. Ну и после вот этого можно и сюда поставить дамку. Можно в принципе и сюда поставить. То есть тут везде вы. А нет. Тут кстати друзья обратите внимание. Здесь ничья будет. Ж6. И разменяется. Здесь ничья. То есть надо ставить дамку только на поле Е5. Так. Как протекала партия. АЖ7 сыграл Роман. Андрей пошел ЕД2. Так. Роман здесь ответил. Так. Роман здесь ответил БЦ5. Андрей побил. ДЕ7. ЦД2. ФЕ5. ЖН2. ЕФ6. ДЕ3. ФЕ7. Андрей здесь пожертвовал шашку ходом ФЖ5. Но это облегчение белым не приносит. Черные меняются на Д4. ЕД2. ЕФ6. АЖ3. Все форсировано. Обратите внимание. ФЕ5. Разменялись назад. ЕФ4. ЕФ4. Тягомотина. Но тем не менее. Белые тут проигрывают без шансов. ЕД2. ЕЖФ6. БЦ3. ФЕ5. А5 разменялись назад. ЕФ4. ЕД2. ЕД4. Еще раз назад разменялись. И здесь черные разменялись вперед. И позиция выигранная. Никаких шансов на ничью здесь нет. Во второй партии уже Андрею Валюку надо было обязательно выигрывать. То есть он рискнул тоже. В этом продолжении обязательно он сыграл ЕФ4. БА5. АБ6. СБ4. Здесь он уже отошел от первой партии. Сыграл ЖФ6. Роман пошел БЦ3. И Андрей здесь также поставил рожон на поле Е3. Давайте посмотрим как защищался Роман. АЖ3. АЖ7. АБ2. АЖ6. Здесь Роман правильно напал. ЕФ2. Именно в эту сторону. Андрей сыграл ДЦ5. Но пропустил так скажем встречный ударчик. Белые побили на Д4. Черные побили. Здесь Роман пожертвовал шашку. И пробил ударом на поле Ж7. Тем не менее позиция черных здесь не проигрывает еще. Андрей правильно пожертвовал шашку. И здесь он конечно совершил фатальную ошибку. Позиция черных здесь еще полностью была равна. То есть можно было уравнять позицию. Тем не менее он уже получил хуже. Надо конечно в этой позиции было играть СБ6. Белые допустим побили бы. И тогда уже играть ФЕ7. Побили. И побили на Ф4. Здесь позиция полностью уравнивается. То есть ничья здесь черным обеспечена. Тем не менее Андрей Валюк сыграл ФЕ7. Это уже ошибка. Роман пожертвовал шашку. И сыграл БЦ3. Здесь также у Андрея Валюка была еще ничья. Можно было сыграть ДЦ7. Затем допустим СД4 и СБ6. Ну если размена Б4 поменялись назад. То БЦ5, СД2, БЦ7. Ничья черным также обеспечена. Если же допустим играть СД2. Тогда уже черные размениваются назад. Ну и после ДЕ3 допустим поменялись. ЕД4 ничья достигается и ходом ЖФ4 и ходом ЖХ4. Как угодно. Тут уже не проиграть конечно. Тем не менее в этой позиции Андрей Валюк еще раз ошибся. Сыграл БЦ7. После этого позиция уже проиграна черных. СД4, СБ6. СД2, ЖХ4. ЕФ6, Ж3. ДЦ3. Все форсировано. И после хода СД4 Андрей Валюк в этой позиции сдался. Конечно тут свою роль сыграла психология. То есть в третьей партии рисковал Роман Щукин и победил. Обратите внимание. А в этой партии уже пытался победить Андрей Валюк. И после того как получил позицию чуть похуже. Расстроился естественно и проиграл. То есть как говорится не без психологии. Друзья поставьте лайк. Если вам понравилось данное видео. Данный теоретический разбор. И пожалуйста подпишитесь на канал. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Еще увидимся.